Дорогие друзья, слава и благодарность нашему Господу за милость, за любовь Его, за благословение, которое сегодня простирается над нами. Как мы уже пели, что не тускуйте, душа дорогая, но свою надежду упование возлагай на вечную любящую Бога. Он всемогущий, Он проведет, потому что Он есть Царь, Царей, Господь, Господствующий. И все в руке Его. Иисус Христос то сказал, мне дана всякая власть на небе и на земле. И мы служим такому Богу, всемогущему Богу, который в любых обстоятельствах может выйти нам навстречу, протянуть свою руку милости и помиловать нас. Потому что мы служим Ему, если мы служим Ему в чистоте сердца своего, Он никогда не пройдет мимо нашей нужды, нашего переживания, нашей проблемы. Он остановится, если мы будем взывать и просить у Него помощи. Мы знаем, сколько примеров, когда в Священном Писании Он говорит, когда взывали к Нему, и те прокажены, он останавливался и спрашивал, что ты хочешь. Они излагали свою нужду перед Ним и получали просимое слава и благодарение Ему. И мы сегодня пришли тоже перед таким Богом, чтобы тоже принести свои нужды, переживания, которые сейчас мы видим, наполняют эту землю, чтобы Господь вышел нам навстречу тоже. «Протянул свою руку милости и помиловать». Я хочу немножко коснуться. Я уже был, немножко начинался от той главы о Неймане, но я тогда пошел по именах, и сейчас буду читать с первого стиха, и перейдем на Новый Завет, также коснемся. Говорит, Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек Господина своего, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Мы видим, друзья, вот такая маленькая характеристика, кажется, прекрасное все начально. Бог даже использовал его так же, как урудия в своих руках. Все было прекрасно, но, говорит, но, одно но, но прокаженный. Мы видим, которое не давало ему чувствовать себя полноценным человеком в тем обществе. Хотя никто его не презирал, он занимал великое положение, но самому ему было, не было того мира в сердце его, и он никак не мог избавиться от этого недого, который сопровождал его в жизни. И, говорит, но, одного недостает. И я хочу коснуться также этого, где Иисус Христос говорил тому человеку, помните, что он пришел к нему тоже одного. Говорит, и спросил у него некто из начальства их, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знай и заповеди, не провели буддейство, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою. Он сказал, все это я сохранил от юности моей. Мы, видимо, тоже там говорят, что молодой юноша пришел, услышал об Иисусе Христе, услышал его речь, его проповеди, которым поразглашал к народу. И нечто тоже коснулось его, и он хотел больше узнать и больше увидеть. И приходит к нему, говорит, что пал даже к ногам его, нам говорит. И говорит, Иисус полюбил его в другом месте такое, что он так с искренним желанием пришел к нему, чтобы узнать то, что так его волновало, не давало ему покоя. Говорит, что мне сделать еще, чтобы быть... И там дали Иисус Христос, говорит, о совершенстве, чтобы быть совершенным. Говорит, эти заповеди знаю? Знаю. Я их всех соблел. Я думаю, что все сидящие здесь, мы не можем так сказать, как он, правда? Мы когда-то и ложь, может, употребляли, а он не лжесвидетельствовал. Вот тут пишет, что он делал? Не прелюбудейство, не убывал, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать твою. А он сказал, я все это сохранил от юности своей. Мы видим, какой был высоко такой культурный человек, или как его можно назвать. Такой был человек очень-очень, кажется, на высоком таком уровне духовном. Ну, что Иисус Христос говорит далее? Мы видим, Иисус Христос его приводит к совершенству, чтобы быть человеком совершенным. Вот надо такой поступок сделать. Я думаю, дорогие друзья, что никто не отважится, даже мы что-то имеем маленькое, правда? Вот сейчас бы сказал Иисус, иди продай там что-то, дом, твою машину, все, бизнес продай. Приди и раздай все нижче, приходи в церковь и будешь служить. Кто бы на это пошел? Я думаю, никто, правда? И мы сейчас видим, вот такие мы люди тоже. И мы так часто его, мы его так часто усуждаем. Видишь, а тот юноша, в ад его посылаем, в ад иди. Ну, здесь говорится далее о совершенстве, если хочешь быть совершенным. Мы видим, что мы несовершенны люди. Иисус Христос его объяснил в этих действиях, которые имелся этим юношем, что мы люди несовершенны. Мы не можем надеяться на себя, на то, чем мы обладаем, что мы дойдем. Оно поможет нам дойти до вечной жизни. Нет. И я вспоминаю только в одном враче, может, вы читали, был когда-то в царское время, ага, такой врач в Москве. Он сам не был русский. Он был с Европы и лечил придворных цара. Там придворных, где богаты были, давали ему деньги. Но он увидел народ тот бедный, несчастный такой, что он нуждался в той помощи, чтобы какой-то врач пришел, что-то дал ему, какие-то наставления. А не было денег. И он бросает этих богатых, говорит, у вас есть деньги, вы найдете себе врачей. И идет к этим бедным. Он расточил свое имение, будучи богатым человеком. Он был богатый, привел с собой. Все расточил до конца. И лечил этих бедных, несчастных людей. И говорит, когда он умер, две клячи, запраженные в повозку, городские вели его на кладбище. Но пол Москвы шло и плакало за ним. За ту добродетельность, которую он проявил к ним. Мы видим, дорогие Иезаи, есть люди такие, что решаются на такие вещи. Полностью посвятить свое богатство, отдать нижчим тем, которые нуждаются. Мы видим. Так Иисус Христос и обратился к этому юношу. Мы видим. И далее говорит, услышавшись, сказали ему, кто же может спастись? Мы видим, что также Петр тоже сказал, подошел, Господи, тогда человеку невозможно. Нельзя, как же ты спасешься? И говорит Иисус, человекам невозможно, да, но Богу все возможно. И мы видим, когда мы свою надежду в повозку возлагаем на Бога, все цело надеемся на Него. Ни на свое богатство, не на свои достатки. То, чем мы расплагаем, имеем. А если мы на Него надеемся, Он нас доведет. Потому что Он хочет, говорит, что мы были совершенны. Были. Мы стремимся к совершенству. И часто говорим, что смотри, он такой или такой, я говорю, несовершенный. Что был совершенный, уже заролел бы Бог на небо. А так еще он несовершенный. Он еще его воспитывает, шлифует. Так каждый из нас тоже проводит такие действия с нами, что мы могли его разуметь, что мы ничего собою не возьмем. И по мере наших возможностей мы должны видеть тех бедных, несчастных, голодных, которые окружают нас. И что-то уделять из своего и также им. Мы часто те, которые так усуждают. А идет эта торбочка, сбор идет, и доллара не хочет бросить. А его усуждают, что он имение не продал. А может, это имение было наследство, а он не имел права его продавать. Надо было передавать по наследству. Далее и далее. И вот от этого он отошел. Мы видим, дорогие друзья, что мы видим, что очень ценили наследство. И мы знаем, но фей цей, который Ахау предлагал ему обмен сделать виноградником, я тебе дам лучу, дай мне. Он говорит, спаси меня Бог, чтобы я наследство отцово дал тебе. Они очень дорожили этим наследством и никогда не давали его. Они передавали его по родах, чтобы оно далее шло. Мы видим, друзья, прежде чем усуждать что-то, мы должны свесить себя. Свои действия, свои дела, как мы поступаем. Вот тогда мы можем и судить кого-то. А мы не будем тогда судить, потому что мы увидим, что мы несовершенны. И мы тоже не способны на это сделать, что этого призвал Иисус Христос, этому указал ему, что ты несовершенны. Хотя ты исполни заповеди, да, но ты по дороге. Ты еще несовершенны. Ты не можешь расстаться с тем, чем ты дорожишь. Мы видим, что мы также в жизни нашей, дорогие друзья, будем очень внимательны к тому, чтобы приносить свои действия или давать свои оценки в том, что мы сами не способны и не можем совершить это. И я хочу дальше идти по этой же главе, по 5-й, 4-й царств, 2-й стих ниже. Говорит, сириане однажды пошли отрадами и взяли в плене земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман, и передал эту господину, ему говорю, так и так, говорит девочка, которая из земли египетской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, я пошлю письмо к цару израильскому. Он пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 переменных одеж. Мы видим, что девочка, кажется, маленькая, но она заслужила внимание в этой госпожи и также в Неймана самого, о том, рассказ, который она сказала, что там есть человек Божий, которому он может обратиться и получить разрешение своей проблемы. Мы видим, что там маленькая девочка, но она была научена уже божественным истинам. Она знала живого вечного любви, что Бога, несмотря на то, что она была в плену неприятеля. И кажется, что она была в нее там частица той божественной любви. Не сказала, что ты враг мой, да? Ты меня забрал от моего дома, от моих родителей сюда. Будь прокаженным и пусть тебя это терзает в жизни твоей, пусть ты не чувствуешь полного удовлетворения в себе. Мы видим, что нет, но оно было сострадание к этому человеку. Так и в нас. Так же это священное писание и нас научает учить. Говорит, что любите и врагов ваших. Любите. Это очень трудно, да? Мы всегда им желаем и такого желаем, что они не донесли. А мы видим, что нас священное писание научает, что любите. Благословляйте. И говорит, ваше дело благословлять. А я буду, как и Дух Святой из Грекалка, я буду к покаянию вести, если ты будешь благословлять его. А другого буду одарать тем благословением, которое ты будешь изрекать ему. Потому что я слово это тебе даю, я его буду исполнять. Мы видим, друзья, так наш вечный любящий Бог, он хочет, чтобы мы несли этот свет божественный в жизни нашей. Чтобы любовь Божия была явлена в нас. Потому что она излилась в сердца наши Духом Святым, эта любовь. И если она излилась, то она должна и проявляться. Мы видим, она должна проявляться и должна видеть. Говорит, да светит свет этот ваш перед людьми, чтобы видеть, и они добрые ваши дела, и прославляли Отца Небесного. Мы видим, что этот свет, это добрые наши дела, они несут свет. Те, которые получают, они же благодарят Бога. Слава тебе, Господи, что ты дал мне это, потому что я нуждался в этом, и ты послал. Хоть через кого, и Бог и того благословит, через кого-то сосуда, которого он потребил для этого дела. Мы видим, друзья, и мы видим, что этот человек пошел к цару, тот пишет письмо ему, и он везет туда уже это письмо. И принес письмо цару израильскому, которому было сказано, вместе с письмом с ним, «Я посылаю к тебе Нейма на слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский прочитал письмо, разодрал одежда свою и сказал, «Разве Бог, чтобы умышлять и оживлять, и что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет при друге враждовать против меня». Мы видим, вот такое получается. Наверное, цар тот был не совсем общение с вечным любящим Богом. И не мог выйти в эту проблему этому человеку, который нуждался. Мы видим, что не было, он посмотрел, а что он, конечно, ничего не сделал, потому что нет ни от того самого близкого общения с святым вечным Богом. И что же далее? Говорит, когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежду свою, то послал сказать цару, «Для чего ты разодрал одежду свою? Пусть он придет ко мне, узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И прислал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, умойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман. И пошел. Мы видим, друзья, так просто. Правда, мы так ожидаем часто таких, что-то великого, такого, могущественного. А Бог так просто. Как Он приходит в тихом веянии ветра, не громы те, там такие громы, там скалы все трещали, летели камни, все, огонь был, и все. А Он приходит в таком тихом веянии ветра. Так просто. Иди, укунися семь раз, и в Иордане будет чист. Так просто. А Он уже дал, что-то такое будет, и набрал столько одеж, сколько серебра, сколько золота. Сейчас торг здесь произойдет, что Он мне заявит, сколько надо будет Ему заплатить за это, что Он снимет с меня эту проказу, которая не дает мне счастливой жизни. Мы видим, что Он так человек, так мы часто своим разумом сразу уже корректируем Господи, что просим, и уже Ему даем, вот так сделай, так, чтобы было так, так, и хочем подсказать Ему. Он сам знает, как делать, как довести, как сделать, как выйти навстречу, как дать свою милость и помощь для нас. И мы видим, друзья, что Он отошел, говорите, разневался, и сказал, вот я думал, что Он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложить руку свою на место и снимет проказу. Мы видим, вот такой вот человек так, сразу сообразил, я приеду, он выйдет, станет, руку преподнесет, положит, призовет, и все, и я очистился, и все, я Ему дам то, что я привез, я оценил, оно так стоит. Вот эта работа, которая совершится, Богом через него, вот я заплачу ему столько, столько серебра, сколько золота, сколько переменных одежд, а одежды тогда были дорогие, мы знаем, дорогие одежды эти были, я Ему все это дам, потому что Он заслуживает, это стоит, за эту работу заплатить. Но мы видим, что не так получается. И говорит, говорит Он, разве Аван и Фарфа, реки даманские, не лучше всех вот израильских? Конечно, лучше, они по равнине чуть-чуть, они светленькие, чистенькие, хорошие, а река, когда идет в Израиль, где она идет с гор, она бурная, когда еще идет полного, то она там мутная, вся эта вода идет, конечно, те очень прекрасные, но нет повеления, идти в те реки Ему, а идут сюда, надо исполнить это Слово. Говорит, разве я не мог бы умыться и очиститься? И обортился и удалиться во гневе. А чего ж ты там не умылся, чтобы очиститься? Пришел в то в Израиль, слушай, что тебе говорит Пророк Божий, что Слово Божие, не умничай, не соображай уже, не ввешь на своих весах человеческих, ничего там у тебя не получилось. А вот так, как ты исполнишь, что тебе сказано, получишь. И мы видим, что оборотился во гневе. Вот такой человек, конечно, если он не по-нашому, иногда, если мы что-то хочем добиться, вот так хочем ходить, а оно не получается, а оно не идет так, а оно по-другому нам говорит, а и тут у нас что-то такое делается, потому что я так думаю, я так понимаю, и так оно должно быть. Нет, ты не понимаешь, ты слушай Слово Господне и исполняй его, и будет тебе благо. И мы видим, и подошли рабы его, и говорили ему, сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ли ты? А тем более, когда он сказал тебе, только умойся и будешь честен». Вот хорошо, когда есть хорошие советники, правда? Хорошие советники, да, это прекрасно. А так пошел бы и ничего, и так и остался прокаженный до конца жизни. Но они подошли, ему сказали, что он что-то трудное тебе сказал такое, великое такое, ты не сделал бы? Конечно, сделал бы. А тем более, так просто, пойди, уконись один раз и будешь честен. Мы видим, друзья, как важно, хорошо иметь тех прекрасных, и они имели, те имели советников своих, тех советников, не тех советников, которые говорили, что мой мизинец толще через отца моего, то такие советники, что не заведут тебя к добру. Мы видим, те советники, которые имеют просвещенный разум, которые в совете с Господом, и мы видим, и тогда прекрасные дела совершаются. И говорит, и пошел он, и уконился, и ордание семь раз по слову человека Божия, обновилось тело, как тело малого ребенка, и очистился. Слава нашему Богу! Когда идет Слово Божие, должны исполнять его к нам, и тогда будет все прекрасно. Мы видим, и тогда мы получим желаемое. И что дальше? И возвратился он к человеку Божию, он все сопровождавший ее, и пришел, и встал перед ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только в Израиле, и так прими дар от раба твоего. И сказал он, жив Господь, пред которым я стою, не приму. И Елисей сказал, и вот принуждал ее взять, и он не согласился. Мы видим, что нам в Священном Писании так говорит, даром получили, даром давайте. И когда уже человек хочет взять цену за тот дар Божий, который обладает, это уже, то, наверное, не дар уже, когда он берет цену за то, чем он обладает, который ему дано, чтобы он служил для блага народа, но не для своего обогащения, и не для того, чтобы брать подарки. Мы видим, что это тоже один из признаков того. Говорит, что даром получили, даром давайте. И он сказал, разве он не нуждался Елисей? Конечно, нуждался. Там были и сцены пророческие, которые нуждались тоже. Но он хотел ему сказать, что не за цену ты эту, не, чтобы ты не поехал туда и не сказал, вот я купил себе исцеление, я заплатил. А какой-то бедный сказал бы, а у меня нет ни золота, ни серебра, ни перемены. Как же? Бог тогда мне не даст, бы мне нечем заплатить. То он говорит, что нет, это даром дано тебе. Прославляй Господа и служи Ему. И мы видим, дали, что и сказал мне Еман, если уже не так, пусть рабу твоему дадут с земли, сколько с ним суть два лошака, потому что не будет пройти, раб твой, приносив все сожжения и жертвы другим Богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твою, когда пойдет раб твой в дом Рамона для поклонения, там и упрется на руку мою, поклонится в доме Рамона, то за мое поклонение в доме Рамона да простит Господь раба твою в случае все. Вот такая, он, конечно, был на службе, языческий цар, они Бога не знали и Богу не служили, а он все прокоснулся с божественной благодатью, милостью, с истинным Богом и говорит, все, все, я уже не буду приносить туда те жертвы, которые я когда-то нес, я буду служить Богу. Но, говорит, мое обстоятельство, я должен буду идти своим, сопровождать его. цара. И если он упрется и там преклонится, он, да не умеет меня Господь это. И мы видим, что говорит ему Елисей. И сказал ему, иди с миром. И дает ему, иди с миром. Благословляет его. И говорит, дальше нам Священное Писание. И он отъехал, от него небольшое пространство с земли. И сказал, и я здесь слуга, Елисея, Человека Божия. Вот Господин мой отказался взять из руки Неймана это серенина, то, что он приносил. Жив Господь. Побегу я за ним, возьму у него что-нибудь. И вот и такое, мы видим, что искушение то же постигло это слугу Человека Божия, который видел все чудеса Господни, которые Господь творил. Потому что он был при нем всегда свидетелем этого. И мы видим, то сверкнуло то золото, то серебро, те одежды он увидел такие прекрасные и они дорогие. И говорит, побегу и возьму что-нибудь у него. Вот такое искушение постигает, мы видим. И тех, которые так же соприкасаются с благодатью Божией, которые видят, видят своими глазами то могущество и силу Божию, и они искушаются и падают. И побежал и погнался за Нейманом. Погнался, значит, бегом, наверное. И увидел Нейман бегущего за собою и пошел, сошел с колесницей навстречу и ему сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром. Господин мой послал меня сказать. Вот теперь плещик у меня с горя Ефремий два молодых человека и сынов пророческа. Дай им талант серебра и две переменные одежды. Вот такое мы видим, друзья. Вот такое. Вот так серебра ему захотелось. Не вспоминаю, за золото. Мое золото не видел, там, что еще золото. Более ценней было, чем это серебро. мы видим, но он, что говорит, дали. И сказал Нейман, возьми, пожал, два таланта и упрашивал, завязал ему два таланта серебра в два мешка и две переменные одежды отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спратил дома, отпустил людей и они пошли. Когда он пришел и явился к господину с моим Елисею, сказал ему, откуда ты, Геези? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе? Кого ты хочешь обмануть? Так часто мы приходим при лицо Божье и хотим обмануть. Кого ж ты хочешь обмануть? Того, который наделенный даром Господним и он видит насквозь тебя. Чем ты дышишь? Что ты из себя представляешь? Как-то помните жена цара говорит, переоденься и пойди к Ахею там спроси, чтобы выздороветь наше дитя или нет. Тоже она переоделася. И что там шуршала, она там в сенях. Он говорит, жена, зачем тебе было переодеваться? А я грозный посланник тебе. Мы видим вот так, чем часто мы переодеваемся, а передавание мы хочем показаться тем, кем мы нет. В самом деле не являемся. Как артисты, знаете, играть роль, не нам принадлежащую, а кому-то. И мы, как артисты, приходим, хочем показаться перед людьми. Перед Богом не покажется. Нет, он проницает все глубины, знает намерения, помышления наши, сердечные, и ничто не сокрыто от глаз его. И мы видим, так же он хотел и сказать нечто. Мы видим, Геезий тоже некто говорит, что никуда не ходил. А он говорит, Иллисей, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек той с колесницей своей, время ли брать сервер, брать одежды, маслячные деревья, виноградники, мелкий, крупный скот, и рабов, и рабынь, пуже проказа Неймана пристанет к тебе и потомство твоему навек. И вышел от него белый от проказа как снег. Мы видим, друзья, что за все надо платить. Платить. И он заплатил за свой обман, за свою то алчность, что он побежал брать. Зачем же? Ты видишь, он не взял его. Значит, нельзя это делать, нельзя брать. И он все-таки рискнул, и мы видим, получил награду. Награду не только себе, а и потомству своему. И возникает вопрос. У вас не возникал этот вопрос? Почему же Нейман, будучи прокаженным, был и служил, и между людьми, и никто его не выгонял за стан? Вы не думали за это, а? Дорогие друзья, и это ж проказа и Геезия также постигла. И когда мы смотрим, посмотрим сейчас, смотрим, левитам, 13 глава, да, 13 глава, 12 стиха, возьму, говорить, если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы, его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело, и он и он объявит больного, слышите, чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Слышите? Вот за это он был, он служил, и никто его не выгонял из стана, ну, из города, где он жил, туда, чтобы он отдельно был, чтобы мне это уже было не заразного проказа. Ну, просто мы видим, что человек был белый весь, как этот, Геезий, говорит, вышел белый, как снег, и мы видим, что его, его благословил, Елисей говорит, пусть эта проказа пристанет к тебе и потомство твоему навек, мы видим, и мы далее смотрим тоже, когда, ну, уже нет времени, я еще должен, там, мы видим дальше, когда царь спрашивал о тех делах, которые делал Елисей, и мы видим, говорить, вот за женщину ту, которую воскресил он, мы видим, его дитя, и там был Геезий, пишет, и Геезий мы видим опять при царе, хоть весь белый был, но был при царе, потому что эта проказа уже была не заразного, мы видим, и он мог вращаться, потому что много есть видов проказа, есть такие, что разлагается все тело человека, разлагает и уничтожает, и такие люди, конечно, были изгонены из стана, это все в проказе, 13 глава, Левит, можем почитать, и там все тонкости говорится, как должен был священник, осмотреть, закрыть, его там на недельку, пять посмотреть, не так, не по наслежке, услышать, что там, он проказал, он проказал, и сгони ее, как мы видим, что многие говорят, он согрешил, надо его отлучить, надо узнать детально, и мы видим, когда Содом ему, Гомору, Бог хотел уничтожить, послал посланников, и говорит, верно этот слух, который дошел, Бог говорит до меня, что иду, посмотрю, так ли это, понаучает нас, что никогда, по наслежке не судите, а соприкоснитесь, узнайте точно, а тоди выносите свое решение, да благословит нас Господь, дорогие друзья, и за этот час общения, за это молитвенное общение, которое мы имеем перед Ним, и мы проклонимся, и прославим Его, Аминь.